Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санатории, куяльники, санитатия в Одесской области. Сейчас здесь 600 инвалидов и других социально незащищенных переселенцев с Донбасса. До сих пор власти оплачивали их проживание. В этом году сказали, денег хватит только на инвалидов первой и второй групп. Инвалиды третьи, а также пенсионеры должны сами платить санаторию полторы тысячи гривен в месяц или искать новое жилье. Таких около двухсот человек. У меня всего лишь пенсии переселенческие, две, там сто. Как? Я заплачу этих тысячу пятьсот пятьдесят, а на что я буду жить? В областной администрации объясняют, по их мнению, все переселенцы указанной категории трудоспособные, а значит, могут зарабатывать деньги и быть самостоятельнее. Вакансии, утверждают чиновники, есть. Это и медики, это швеи, это повара, это различные специальности, которые в области предоставляют не только просто работу, а жилье. Такие предложения большую часть переселенцев возмущают. Вы пытались трудоустроиться, можно быть еще? Мне 67 лет, у меня осколочное ранение, меня вывезли раненого из песок. Я не могу работать, вы как видите, и как мне быть, скажите, пожалуйста. А вот часть волонтеров поддерживает позицию чиновников. Говорят, зачастую переселенцы просто не хотят работать, выдавая себя за немощных. А некоторые и вовсе могут уже вернуться домой на освобожденной территории. По мнению Екатерины Нажевниковой, вокруг проблемы переселенцев слишком много шума. Людьми манипулируют, их выводят на забастовки, их выводят на акции. Они забывают о том, что 35 тысяч переселенцев живет в Одессе самостоятельно и сами справляются с этим. В обл. администрации добавляют, в любом случае ситуация каждой семьи будет рассматриваться в индивидуальном порядке. На это есть январь месяц. Переселенцы же отвечают, если их начнут выселять из санатория, будут перекрывать дороги и железнодорожные пути. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. В Новый год без Ленина в селе Песчаном, это Полтавская область, снесли памятник вождю пролетариата. К слову, последний в Кременчугском районе. Показательный демонтаж активисты правого сектора провели накануне. Несмотря на то, что сельские власти были категорически против, а местные просили снести монумент цивилизованно. Не обошлось без скандалов и даже потасовки. Сегодня в сети появились фотографии, которые свидетельствуют. Ильич пал, но не полностью. Кто завершит начатое, активисты или сельские власти, пока неизвестно. И стала причина возгорания на газопроводе «Союз» в Закарпатской области. Как заявили в нацполиции, на глубине около полутора метров просел грунт, в результате чего произошла разгерметизация газовой трубы. Напомню, накануне жители Хузского района увидели столб огня, поднимающийся в небо. По тревоге были подняты все службы. Газ оперативно перекрыли. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям заверили, никакой угрозы для людей нет. И подачу газа в населенные пункты приостанавливать не будут. А поскольку эта труба резервная, то проблем с поставками газа в Европу тоже не возникло. Первые смерти на воде. Накануне в Днепропетровской области провалился под лед местный житель. А сегодня в Киеве возле Труханово острова утонул рыбак. Как не поддастся соблазну проверить неокрепший лед и как спасаться, если устоять перед этим соблазном все же не удалось, выясняла Ирина Романова. Это случилось сегодня утром на Матвеевском заливе возле Труханово острова. Несколько мужчин решили порыбачить. Лед, образовавшийся за несколько низкоградусных дней, подозрений не вызвал. И они отважно двинулись вперед. Рассказывали, что они были четверем, шли, а потом вместе. Во-первых, вместе нельзя идти. Они шли вместе и провалились. Рыбаки успели отойти от берега на 30 метров. Услышав крики, люди вызвали спасателей. Когда переехали водолазы, подо льдом оставался только один. Остальные выкарабкались сами. Оказалось, что тело человека не погрузилось полностью, не ушло на дно, а находилось, можно сказать, у поверхности воды, то есть уже покрытое льдом. Нет, все, Саш, все. Утонувшему было 70 лет. Спавшихся сразу же увезли в больницу. Кстати, это не первый смертельный случай на воде в Новом году. Вчера в Днепропетровской области утонул 45-летний мужчина. Решил сократить путь по тонкому льду местного пруда. По той же причине оказались подо льдом на реке Стрижень и двое жителей Чернигова. Их успели спасти. А вот посмотрите, как спасали провалившихся под лед в Харькове на Журавлевском водохранилище. Давай, мужик, давай, кого иди, давай, в гору давай сюда. Мужчина и женщина тоже решили не обходить водоем и пошли напрямик. В 30 метрах от берега лед начал трескаться, и терапыги провалились в ледяную воду. Их увидел охранник и бросился на помощь, но стал тонуть сам. Его подъехавшие спасатели вытащили с помощью веревки, а потом мужчину и женщину, подплыв к ним на резиновой лодке и подставив пожарную лестницу. С перехлаждением их госпитализировали в городскую больницу. Это вообще отличный лед. Вот такой безопасный уже. А сейчас лед вот такой, например. Прежде чем вступить на замерзшую воду, рыбак с 30-летним стажем Виталий Владимирович проверяет ее вот этой пешней. Так он сделал и сегодня, на том же месте, где утонул 70-летний рыбак. Шел за ними, почти шел за ними. Смотрю, уже там плечня начала до половины заходить, а удар заходить. Все, я уже дальше не пошел туда. И что они так пошли на лед? Они же, наверное, тоже знали. Значит, первое, что, наверное, немножко выпили. И тогда появляется смелость, да. Как везти себя на льду, оказывается, знают и эти молодые люди, играющие возле залива на оболоне, и их родители. Не бегать, очень сильно не топтать. Ты уже заходил по тому году на лед? В этом, ну да, вчера там трещал, я сразу на берег побежал. Без меня он не заходит на лед. Люди ходили по льду, но толщина льда, я у рыбаков спросил, 3-4 сантиметра была. Это меньше спичного коробка. Мы быстро вышли. Ну, а если все-таки оказались подо льдом, и в первую очередь спасатели советуют громко звать на помощь. Также скидывать себе лишнее снаряжение, амуницию, куртки, ящики и так далее. То есть то, что обычно люди берут с собой на рыбалку. И стараться спиной, боком выкарабкиваться в ту сторону, откуда он пришел. Но лучше не рисковать и для полной безопасности подождать, пока толщина льда не достигнет хотя бы 15 сантиметров. Ирина Романова, Олег Неведомский, подробности, телеканал Интер. Большинство вооруженных провокаций со стороны боевиков за минувшие двое суток в районе Донецка. Ночью продолжались бои. Как украинские армейцы защищают родину и не забывают о новогодних праздниках? Расскажет Геннадий Вивденко. Это тут называют фейерверком. Стороны стреляют прицельно на поражение. Стрелка отня в песках не прекращается. И вот так друг друга стороны приветствуют с новым 2016 годом. Мы уже свой долг, скажем так, отдали родине. Надеемся поскорее вернуться домой. На линии соприкосновения в районе Донецкого аэропорта почти тишина, считают бойцы. Обычные ночные бои для здешних мест. Минометы, крупнокалиберные пулеметы. Я не салютую, празднуют Новый год. Но сегодня пока тихо, а там будет видно. Температура воздуха минус 26, днем теплее до минус 15. Хаотичные обстрелы становятся реже, но продолжаются. Стрелковая зброя, гранатометы. Это уже стандартный набор, такой за последние месяцы, до кого все звукли. Сказать, что высокое напряжение, нет, такого нет. Сказать, что тихо, тоже не можно сказать. Все-таки нужно быть осторожным, нужно быть готовым, чтобы в какой-то момент что-то прилететь. Мы не ведемся на провокации, на которые нас выманивают. Вы сами понимаете, что все люди, все хотят какого-то разрешения этого конфликта. Но отвечаем адекватно. В теплых блиндажах военные, не занятые, на боевом дежурстве поют песни. Бойцу с позывным гитарист, недавно волонтеры, привезли в подарок новая струна. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас на груди, на базаре не встретишь, не купишь. Дмитрий Ярош, бывшего лидера правого сектора, больше не разыскивает Интерпол. Разыскная карточка, которая была ранее обнародована на сайте, сейчас отсутствует. Напомню, Ярош был объявлен в розыск Интерполом в конце июля 2014 года по подозрению в террористической и экстремистской деятельности. Два месяца назад он отказался от руководства правым сектором, а позднее сообщил о создании нового общественно-политического движения. С сегодняшнего дня жителям Техаса разрешили открыто носить оружие на улицах. И теперь каждый может выйти на прогулку с пистолетом или винтовкой в руках. Чем это обернется и что с этим будет делать Барак Обама, узнаем у Дмитрия Анопченко. Он сейчас в Соединенных Штатах. Они собрались у местного Капитолия, чтобы отпраздновать. Охотничий нож в кармане, ствол в ковуре. Рядом местные полицейские по привычке смотрят настороженно, но с этого дня они больше не имеют права сказать хоть слово. Открыто носить оружие людям разрешили местные законодатели. Да, я теперь могу выходить из дому так, как хочу. Не должен беспокоиться, чтобы что-то спрятать. Понадобится оружие, теперь достану его быстрее. Я по пути много где останавливался поговорить. Все знают о новшестве, все рады. В местных магазинах теперь не протолкнуться. Традиционные для Америки новогодние сейлы. Вот только распродают оружие. Выбор впечатляющий. Скидки тоже огромные. А главное, ни лицензии, ни разрешения не нужно. Если вы не судимы, выйдете из супермаркета с ружьем буквально через час-два с момента его покупки. Продавцы довольно потирают руки. Вы лучше придурка влечить и с бедностью справляетесь, чтобы никто не использовал ствол по глупости. А так в смертях виновата не оружие, а всякие ненормальные. Но раньше в Техасе носить ствол полагалось не в открытую. Под одеждой, в сумке. Если везешь в машине, то хотя бы газетой на сиденье прикрыть. Теперь же можно не стесняясь у всех на виду. Словно намекая. Малейший повод и его пустят в ход. Бог дал нам всем право на защиту. И никакое государство, организация, никакая полиция не имеют полномочий это право отнять. Новости из Техаса серьезно расстроили Белый дом. Мол, в Штатах дня не проходит без сообщений об очередной перестрелке. На 300 миллионов населения только официально 300 миллионов стволов. А теперь еще его и открыто носить начинают. Барак Обама даже со специальным телеобращением выступил. Он давно пытается ограничить оборот оружия в стране. И неудачу в этом считает своим главным разочарованием за все годы президентства. По всей Америке те, кто потерял ребенка, родителей или супруга в результате инцидентов с оружием, требуют, чтобы ужасных годовщин расстрелов больше не было. Но Конгресс ничего не делает для того, чтобы предотвратить то, что случилось с ними и другими семьями. Уже в ближайший понедельник президент Обама договорился встретиться с генеральным прокурором страны. Обсудить план действий, как предотвратить возможные массовые расстрелы. И что делать, чтобы в условиях, когда местные власти предоставляют владельцам оружия все больше прав, аббревиатуру США перестали расшифровывать, как стреляющие Штаты Америки. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. Атака на военных во Франции. Неизвестный мужчина на автомобиле попытался протаранить патруль возле мечети. В стране собираются продлить режим чрезвычайного положения, действующий со времени парижских терактов, которые унесли жизни 130 человек. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Только огонь на поражение остановил мужчину. Он дважды пытался наехать на военный патруль. Солдаты несли службу возле главной городской мечети города Воланс, это на востоке Франции. Проезжавшие красные пыжо внезапно попытались протаранить четырех военных. Одному из них машина задела ногу. В первый раз солдаты открыли предупреждающий огонь из автоматов, но это не остановило нападавшего. Тогда патрульные начали стрелять прицельно. Сначала было три выстрела, бах, 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 а потом я услышал та-та-та-та-та. Все тут же выбежали из мечети. Мы увидели солдат. Полиция уже тоже была здесь. Было очень страшно. Впервые что-то подобное случилось со мной. Нападавший сейчас в больнице. Он ранен в ногу и плечо. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает. Имя водителя не называют, но оно уже известно полиции. 29-летний француз родом из пригорода Леона. Жена уже приехала навестить его в госпитале. Неясны мотивы этого поступка. Сам мужчина отказывается отвечать на вопросы следователей. В машине не нашли ни оружия, ни взрывчатых веществ. И, похоже, задержанный не является владельцем этого авто. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Во время инцидента пострадал также 70-летний мужчина, выходивший из мечети. Срикошетившая пуля угодила ему в лодыжку. Новогодние дни во Франции проходят в условиях повышенной безопасности. В стране действует режим чрезвычайного положения, введенный еще после парижских терактов. 10 тысяч военных, еще несколько тысяч полицейских заняты в операции под названием «Часовой». Они охраняют религиозные и общественные объекты, которые могут подвергнуться нападениям исламских фанатиков. За одну лишь новогоднюю ночь в Париже задержали 620 человек. В основном это местные хулиганы, которых арестовали за поджигание машин. В результате уничтожены 800 автомобилей. Это на 15% меньше, чем в прошлом году. Режим чрезвычайного положения во Франции будет действовать до 26 февраля. И, возможно, его продлят еще на 6 месяцев. Светлана Чернецкая, Сергей Ведмедь. Подробности телеканал Интер. Перестрелка в Великобритании. Двое мужчин из окон машины открыли хаотичную стрельбу около Макдональдса в городе Халли. В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленников удалось арестовать. Кто они и зачем стреляли, сейчас выясняет полиция. 47 человек казнили в Саудовской Аравии. Жизни их лишили после обвинения в терроризме. Власти королевства убеждают, что все казненные были членами террористических организаций и были причастны к нападениям Аль-Каиды. Среди приговоренных оказался известный в регионе шиитский проповедник Нимр-ан-Нимр, которого арестовали 3 года назад за якобы поддержку массовых протестов шиитов против правительства страны. Именно его казнь вызвала бурю негодования в Саудовской Аравии и во всем регионе. Шииты выходят с протестами на улицы. Действия саудовцев уже раскритиковали власти Ирана. Провокация назвала казнь правящая шиитская коалиция в Ираке. И также свои опасения по поводу ухудшения ситуации на Ближнем Востоке высказывают в Европе, побаиваясь, что это приведет к новому конфликту между суннитами и шиитами. У нас не было никаких сомнений. Мы абсолютно уверены в том, что делаем и во что верим. И не обращаем внимания на взгляды извне относительно тех мер, которые мы применяем для исполнения наказаний. Это решение было принято в очень сложное время, когда мы надеялись снизить религиозное напряжение в регионе. Но казнь Аннимра это уголовное преступление, которое может привести к еще большему кровопролитию. Вопреки холодам и зимним штормам, количество беженцев, стремящихся попасть в Европу, не сокращается. К берегам греческого острова Лесбов приплыла первая в этом году лодка с мигрантами. И среди них все больше людей, которые бежат не от войны, а ищут лучшей жизни. Власти Греции говорят, что среди прибывающих в страну очень много граждан Алжира и Марокко. Местная полиция ожидает, что ежедневно на греческие берега будет высаживаться до 4,5 тысяч нелегалов. Парикмахерская дисциплина. Как и зачем в Шанхае муштруют будущих стилистов? И почему этот армейский тренд не возмущает самих студентов? Подробнее в материале наших корреспондентов. 7 утра, а эти подростки уже в строю. Бодро шагают по плацу. Выполняют все до единой команды. Но это отнюдь не армия. Как может показаться на первый взгляд? Все эти юноши, девушки, будущие визажисты и парикмахеры. Вот только постигать азы профессии им приходится в жестких условиях армейских будней. Одно отличие оружия, как солдатам, им в руки не дают. Я уже немного адаптировался. Когда был дома без всех этих суровых правил, то, конечно же, просыпался очень поздно. Но здесь атмосфера жестче. Думаю, в будущем мне это поможет. Студенты должны быть как солдаты. Они обязаны выполнять указания. Всех действия должны быть единообразны и стандартизированы. Наша внешность и наша осанка, наши одежды и форма должны быть унифицированы. Именно этот человек 10 лет назад придумал всю эту армейскую кузницу будущих стилистов. Его портреты развешаны по всей школе. Словно говорят, никаких шалостей, большой брат следит за вами. Но студентов это не смущает, ведь на уроках директор иногда разрешает им немного расслабиться. Ребята вправду практически не отличить друг от друга. Быть идентичными их учат не менее полугода и отнюдь не за спасибо. Обучение стоит от одной до шести тысяч долларов. Лучших школа трудоустраивает. Не думаю, что это страшно и жутко. Как вы видите, здесь все сделано под единый стандарт. И теперь, когда люди будут приходить в салоны в разных городах нашей страны, они сразу же будут замечать, в какой школе готовили мастеров. Милитареподготовка, похоже, в Китае входит в моду. В жестких условиях дисциплины тут готовят не только парикмахеров. Все чаще подобные школы открываются для официантов, барменов и даже сотрудников риэлторских компаний. Мария Назинковская. Подробности. Телеканал Интер. Небесное оскорбление Дональда Трампа, новогодний коллапс в Японии и погоня полицейских за звездой мадридского Реала Родригеса. Об этом и не только в нашем обзоре. В небе над Американской Калифорнией во время парада РОС появилось оскорбительное высказывание в адрес кандидатов президента США Дональда Трампа. Фразы «Трамп отвратителен, кто угодно, только не Трамп» по окончании мероприятия начертили несколько самолетов. В организации акции сознался мужчина из Алабамы. Свой поступок он объяснил тем, что шокирован некоторыми высказываниями претендента от республиканцев во время кампании. В Таиланде, в самом большом буддийском храме Джамакая, недалеко от Бангкока, начался обряд новогодних благословений. Более тысячи буддийских монахов прошлись вокруг святыни по лепесткам календулы, которые бросали прихожане, желающие получить счастье в новом году. Далее, по традиции, монахи отправятся в другие регионы. Из тайской провинции Патхумтхани они понесут свое новогоднее благословение по всей стране. Гуляни в разгаре. В Лондоне и Париже праздновать Новый год продолжили уличными карнавалами. В британской столице под открытым небом людей веселили около 10 тысяч актеров, клоунов и акробатов из более чем 20 стран. Улицы Лондона на время оказались в плену духовых оркестров, танцоров и даже старинных мини-паровозов. А вот на Елисейских полях Парижа под пристальным наблюдением полиции и военных, песнями и танцами зрители развлекали еще и цыганские труппы. В Японии после Нового года на дорогах колоссальные пробки. Парализованы все главные автомагистрали страны. В некоторых районах длина заторов достигает 45 километров. Сложно добраться даже к аэропортам и вокзалам. И все из-за огромного количества автомобилей. Миллионы японцев праздновали Новый год в деревнях. И вот теперь спешат назад в мегаполисы. Погоня за звездой. В Испании полицейские устроили преследование за полузащитником Мадридского Реала Хамесом Родригесом. За рулем своего автомобиля футболист спешил на тренировку и превысил скорость до 200 километров в час. Требования полиции съехать на обочину Хамес проигнорировал. Так что стражи порядка гнались за ним до базы клуба. На территорию не пустила охрана. Но полицейские дождались окончания тренировки и попросили пройти спортсменов в служебный автомобиль. За нарушение Родригесу грозит крупный штраф и лишение прав. В Бразилии компания-производитель матрацов создала двухъярусную кровать для любителей животных. Спальное место хозяина снарядили небольшим окошком с одной стороны и встроили туда мини-кровать для домашнего питомца. Собачью спальню легко чистить, она вынимается из матраца. А ее размер можно корректировать по желанию заказчика. Владельцы компании считают, что новинка подойдет всем, кто не разлучен со своими любимцами. На улице сегодня минус 15, а у большинства украинцев выходной. Чем заняты те, кто не остался на диване с салатом, расскажет наш любитель мороза Олег Решетняк. После новогодних празднований многие хотят и активного отдыха, тем более в пору и погода. На термометрах уже который день минус. На горках всюду лежит снег. О, здорово! Воспоминания детства. Мы на Батывой горе. Как только выпадает снег, здесь тут же становится людно. И взрослые, и дети сюда приходят с санками, чтобы весело провести время. Ждал зиму. Наконец-то выпал снег. Как раз новогоднее чудо. Хорошо дети веселятся. Хорошая погода. Накатаются. Когда ты сижаешь, ты получаешь, ну, очень интересные эмоции. У тебя становится лучше настроение. Отдыхать вот так кайфово. Вот так нужно с детьми проводить время, а так отдыхать нужно. А не сидеть по домам. Нам нравится. Нравится не пить и сидеть дома, а кататься на льду. Каток под открытым небом. Это морозный воздух и звенящий под ногами лед. Так вот, люди сюда приходят, чтобы просто ощутить настоящую свободу. Здесь очень круто, весело и очень позитивно. Можно сказать, адреналин от этого, от холода. И то, что ты заряжаешься, тебе намного теплее становится еще. Хорошая зимняя погода. Почему бы и нет? Когда еще кататься на катке, как не зимой, правильно? Спокойное настроение. Ну, а для тех, для кого санки-то слишком по-детски, а коньки неинтересны, из более экстремального развлечения. Катание на сноуборде или на лыжах? Я за лыжи. За лыжи и за сноуборд. Я четыре года каталась на лыжах, вот решила стоять на борт. Ой, очень здорово. Это необычно. Лучше, чем ехать на машине. На оливье выходят, под шубой выходят. Ходишь туда-сюда, хоть как-то худеешь. Люди, которые всю жизнь занимаются спортом, они привыкли активно отдыхать. И даже в праздники. Поэтому на горку, на снег. А те, кто любят диван, они, естественно, продолжают лежать на диване. Олег Решетняк и Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. Подробности ЮЭЭ. Это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хорошего вам вечера. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова